Здравствуйте! В начале 60-х годов в СССР вернулись к проектированию самоходных артиллерийских установок повышенной мощности, но поистине монструозным должен был стать проект под обозначением D-80. САУ с 535-мм орудием пусковой установкой, предназначавшейся для стрельбы корректируемой активно-реактивными снарядами весом 905 кг, должна была вселять ужас в страны западного блока. Основные работы по проектированию САУ начались в 1962-1963 годах в ОКБ Свердловского артиллерийского завода номер 9. Также в разработке активно участие принимали ряд научно-исследовательских институтов и другие организации оборонно-промышленного комплекса СССР. По проекту орудие D-80 представляло собой огромный миномет калибром 535 мм длиною в 8 метров с 64 нарезами и массивным дульным тормозом. В рамках этого проекта были проработаны три варианта САУ с различными модификациями орудия. В ОКБ номер 9 были изготовлены макеты установок D-80 в масштабе 1 к 10 на гусеничном и колесном шасси. Эти макеты использовались на этапе защиты проекта в главном ракетно-артиллерийском управлении и у министра обороны промышленности СССР. САУ D-80 рассматривалось в качестве конкурента тактическому ракетному комплексу с неуправляемой баллистической ракетой Луна-М. Плюс в проекте была заложена возможность миграции и пусковой установки на надводные корабли. Первой машиной в рамках проекта D-80 стала колесная самоходная установка, в качестве базового шасси, для которой предполагалось использовать опытный тягач на шасси повышенной проходимости от ZIL-135L с автоматической трансмиссией и двухосным активным полуприцепом. Общая масса всей системы должна была достичь 35 тонн. Максимальная скорость передвижения по шоссе 60 км в час. Как я уже уминал, в качестве вооружения САУ планировалось расположенное открыто нарезное орудие пусковая установка калибром 535 мм. В проекте данной машины орудие размещалось не на основном шасси, а на активном полуприцепе и было дульнозарядным. Стрельба из него велась с минометной опорной плиты. Боеприпасы D-80 могли быть двух типов, либо 535 мм обычный фугас весом в 905 кг, либо аналогичный по калибру и массе ракета, оснабженная твердотопливным реактивным двигателем. Ракета могла оснащаться различными типами боеголовок, фугасным, кассетным и ядерным, с массой боевой части до 450 кг и имела дальность стрельбы от 5 до 75 км. Выстрел производился при помощи вышибного заряда, который в зависимости от его массы мог обеспечить начальную скорость снаряда до 500 метров в секунду. При максимальной дальности полета отклонение от расчетной точки попадания не должно было превысить 550 метров. Вертикальное наведение ствола производилось гидравлическим устройством, работавшим за счет отбора мощности от двигателя шасси. Кроме того, был пересмотрен и ручной привык. Механизм горизонтального наведения секторного типа. Прицел механического типа был позаимствован от 122-мм гаубицы Д-30. Над кабиной машины должна была располагаться специальная вращающаяся кассета револьверного типа с боезапасом из четырех снарядов, предназначенная для заряжания орудия. Боепитание САУ предполагалось осуществлять посредством транспортно-заряжающей машины на логичном шасси, способной перевозить до 11 боеприпасов. За пару лет проект САУ был полностью оформлен в бумаге и к 1968 году на Волгоградский завод баррикады поступил заказ на ствол и казенную часть орудия. Но далее заказа дело так и не продвинулось. Д-80 слишком сильно уступал по сложности производства и характеристикам ракетному комплексу Луна-М. Однако конструктора орудия не сдавались и предложили еще два проекта на гусеничном шасси МТТ и МТЛБ. Первая модификация получила обозначение Д-80С. Это было орудие на гусеничном шасси объекта 429, вариант тягача МТТ, разработки Харьковского завода тяжелого машиностроения. На установке использовано казнозарядное нарезное орудие с дульным тормозом. В сентябре 1969 года УКБ номер 9 предложило проект Д-82 с заряжанием с казенной части по схеме близко к 240-мм миномету М240. Д-82 это более поздний вариант установки на шасси типа МТЛБ. Орудие нарезное без развитого дульного тормоза. Стрельбар предполагает упор в грунт днища шасси установки. Схема орудия безоткатная, казенник затвором упирались в массивный поддон. Ствол был смонтирован в обойме типа карданной рамы гироскопа при помощи шарнированного устройства и мог в ней проворачиваться для осуществления горизонтального наведения. Рама вращалась и тем производилось горизонтальное наведение. Заряжание было по-прежнему раздельное. Вышивной заряд в картузах помещался в короткие 150-мм металлической гильзе. Механизмы вертикального и горизонтального наведения были секторного типа, имели механизм быстрого приедения на угол заряжания. Рассматривались варианты применения фугасных, кассетных и специальных боеголовок. Но все эти проекты так и не были реализованы в металле по причине потери концепции сверхдальнобойных орудий пусковых установок, своей актуальности и заскачка в развитии оперативно-тактических ракетных комплексов в традиционной конструкции. Дальнейшая разработка всех вариантов D-80 наземного базирования потеряла смысл и работы по ним были прекращены. Век сау немыслимых калибров уже окончательно закончился и наступила эра управляемых баллистических ракет. На сегодня все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, пока! Субтитры создавал D-80.